Проблему поднял директор МУП управления жилищного хозяйства Момикон Вартапетян. По его словам, несколько дней назад сотрудники 2-го и 10-го спецбатальонов ГАИ начали изымать пропуска, дающие право проезда по Можайскому шоссе у грузовых автомобилей предприятия. На сегодня МУП УЖХ лишилось уже четырех таких документов. Сегодня мы пытались выяснить, почему. Нам все-таки было сказано, дорогие товарищи, вы нарушаете правила дорожного движения, поэтому, так сказать, и впредь будут изыматься. На вопрос нам, как к нашим машинам приезжать, к Советской 1, на Можайску 24, к свалкам нашим, ну, мы больше, как говорится, у нас других точек интереса нету, нам было сказано, проезжайте товарищи по Красногорскому шоссе. Значит, когда на предложение Красногорское шоссе также до грузового транспорта перекрыто, нам было сказано, если вы уважаете одну ГАИ, почему вы не уважаете другой ГАИ. Я прекрасно понимаю, что есть правила дорожного движения, но есть правила и уборки территории, я не знаю, может быть это, ну, я знаю, что вчера это коснулось и управления коммунального хозяйства, у них забрали двух мусоровозов, вот и у меня тоже. С одной стороны, конечно, грузовикам, связанным с уборкой мусора в черте города, необходимо большая свобода передвижения. С другой, Одинцово, а особенно Можайское шоссе, просто не справляется с существующим потоком грузовых автомобилей, в том числе и с пропусками. По информации, полученной новостями, изъятие документов может быть связано с необходимостью улучшить экологическую обстановку в районе трассы в период жары и упорядочить дорожный трафик. Вице-глава района Алексей Кондоранцев пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Момикон Вортопетян отметил еще одну проблему, существующую сегодня у предприятия. Это не платежи населения, которые могут вызвать задержки при расчетах с поставщиками коммунальных услуг. Нами подано, я буду говорить так вкратце, порядка 300 заявлений на выборку, почти что общая масса 60 миллионов рублей, которые население нам задолжало, а население нам задолжало в общей сумме на период, когда все-таки мы решили вопрос ЕРКЦ, 138 миллионов. Это колоссальная сумма, которую мы должны будем в ближайшие месяцы получить. По словам Момикона Вортопетяна, после того, как долги будут взысканы в судебном порядке, ситуация должна стабилизироваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...